После недельного непрерывного падения в пятницу рынок США показал сильный отскок наверх. Напомним, что с января 2021 года сентябрь в целом стал первым месяцем с отрицательным итогом для рынка акций США. Более того, по главному индексу сейчас стоит даже ниже максимумов 2-3 сентября примерно на 5% вниз. Угроза шатдауна в США была преодолена в ночь с четверга на пятницу, Сенат проголосовал наконец за продление финансирования правительства, но лишь до 3 декабря. Поэтому эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка США. Однако в условиях коррекции он может быть очень неустойчив. Поэтому инвестировать сейчас лучше осторожно и небольшими объемами. На закрытии в пятницу котировки индекса S&P 500 выросли до отметки 4357 пунктов. Все же, несмотря на сильный рост 1 октября, коррекция на рынке США совершенно не закончена, ведь по итогу недели главный индекс S&P 500 потерял 2,5%. Таким образом, фондовый рынок опытным путем нашел равновесные уровни и нас ждет ценовой диапазон в пределах 4 320 – 4 390 пунктов. В результате урегулирования ситуации вокруг лимита госдолга США доллар немного снизился от максимумов на прошлой неделе. Все же картина по индексу доллара выглядит как подготовка продолжения роста. Ведь рынок по-прежнему ожидает объявления Федрезерва США о начале сокращения программ поддержки роста в ноябре. Поэтому актуальный индекс доллара США достаточно высок. Он составляет 93,80. А в ходе торгов может продолжить движение к верхней границе диапазона – 93,50 и 94,10. Что касается валютной пары американского и канадского доллара, то здесь ситуация складывается несколько иначе. Пара временно потеряла поддержку от укрепления доллара и теперь снижается на высокой цене на нефть. Курс валютной пары уже упал до отметки 1,2598, и эксперты не исключают возможность его дальнейшего снижения в районе отметки 1,2500. Сегодня утром под ударом оказались все рисковые активы, в том числе и криптовалюты. В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande, что имеет финансовые проблемы. Но предполагаем, что ситуация на рынках стабилизируется на протяжении дня, так как в Китае золотая неделя, а биржи не работают до пятницы. В то же время на криптовалютном рынке наблюдается рост длинных позиций, которые свидетельствуют о росте рынка. Сейчас биткоин торгуется по 47 900 долларов, но аналитики уверены, что уже через пару дней удастся преодолеть цену в 50 тысяч. Итак, шатдаун на прошлой неделе не случился, и это помогло рынку США отскочить от минимумов на закрытие недели. Однако сложившаяся ситуация с госдолгом негативна для кредитного рейтинга США, о чем уже заявила одно из трех крупнейших рейтинговых агентств – Fitch. Для рынка США на предстоящей торговой неделе наиболее вероятное развитие событий – это волна роста и последующие снижения. Тем более, что в среду и пятницу нас ждут отчеты по занятости в США за сентябрь месяц. А на этом у нас сегодня все. Мы продолжаем следить за развитием ситуации на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся завтра на нашем канале с новыми видео. До встречи!